Утро Улыбаюсь и встречаю Оранжевое утро Здравствуй, город Всем пора вставать Всем пора вставать По делам бежать Улыбаться Воздухом дышать Здравствуй, утро Автомобили Мазда В Юнайт Моторс По системе все включено Беспроцентная расстрочка Раз, восток от вождения Два, пакет дополнительных опций До 40 тысяч рублей Три, ваши индивидуальные Дальные предложения Уточняйте в компании Юнайт Моторс По телефону 37 33 93 Акция распространяется На автомобиле Мазда 3 и Мазда 6 2012 года выпуска Кредит предоставляется ООРУС Финансбанк ООРУС Финансбанк Доброе утро, любимый город Привет, Владимир! В прямом эфире шестого канала Оранжевое утро И моего ведущий Дмитрий Шевелев И Анна Лузгина Дорогители зрители Лагерную смену объявляю Открытой! Сегодня вторник, 28 мая И мы спешим вам сообщить Что лагерная смена наша Первая уже началась Ведь практически каждый житель Нашей страны Бывал в детском пионерском лагере Сегодня все два часа Прямого эфира Будем говорить про детские лагеря Ну и все, что с этим связано Но по традиции Начинаем мы с нашего Любимого конкурса Ранняя пташка Первый, кто дозвонится К нам в студию В прямой эфир Получит вкусный подарок От нашего спонсора Кафе Вилкинет Кафе Вилкинет Это японская, европейская кухня В кафе и дома Большие порции Маленькие цены Кафе Вилкинет Вся сила в качестве Доброе утро еще раз всем Я желаю звонить нам по телефону 36 66 66 Участвуйте в нашей Оранжевой викторине Рассказывайте о том Как вы ездили в лагерь Какие у вас смешные истории Там происходили И все самое интересное Что сегодня у вас будет Ну а пока усаживайтесь поудобней Вспоминайте лагерные кричалки Повязывайте пионерские галстуки А мы начинаем по традиции С гороскопа и прогноза погоды Овны, прежде чем что-то предпринять Определитесь с целями Которые ставите перед собой Есть опасность Что погнавшись за исполнением Мимолетных желаний Вы сойдете с пути Который мог бы привести вас К настоящему счастью Тельцы, вы слишком нетерпеливы А ведь лучшее Что можно было бы сделать сегодня Это уйти в тень И дождаться благоприятного момента Подходящий день Для воплощения в жизнь Несложных планов Близнецы Начните этот день С анализа финансовой ситуации Возможно она не так благоприятна Как хотелось бы Поэтому от некоторых покупок И развлечений Придется отказаться На денежные поступления Лучше не рассчитывать Раки День не лишен трудностей Но неудачным Вы его вряд ли назовете Вы ведете себя В высшей степени разумно Окружающим Остается только следовать Вашему примеру Львы Нелегко справиться со всеми делами Которые обрушиваются на вас В этот день Не отказывайтесь от помощи Которую предложат окружающие Если не хотите провести Все время в трудах Девы Сегодня вы сможете Реализовать давние замыслы Вам необходима Свобода действий И вы ее получаете Но это не значит Что в трудный момент Никто не придет вам на помощь Весы Сегодня вы раздражительны И нетерпеливы Часто позволяете себе Резкие высказывания Провоцируете конфликты Работать в одиночку Вам скучно А договориться с союзниками О совместной деятельности Не получается Скорпионы Постарайтесь использовать Начало дня эффективно Это благоприятное время Из которого нужно извлечь Максимум пользы Сегодня вас посетят Интересные идеи Стрельцы Хотя этот день Не связан с какими-то Значительными событиями Настроение у вас будет хорошим Мелкие трудности Козероги День отлично подходит Для проведения Любых переговоров На деловых встречах Вы будете на высоте Легко завоюете Расположение потенциальных партнеров Переубедите оппонентов Если в этом Возникнет необходимость Водолеи Вы очень подозрительны Боитесь попасть в ловушку И постоянно ждете подвоха У вас будет возможность Пообщаться с влиятельными людьми И произвести на них Хорошее впечатление Укрепить свои позиции В деловом мире Можно рассчитывать На повышение по службе Рыбы День складывается Удачно потому Что вы не отказываетесь От помощи Которую предлагают Друзья и союзники В результате Вам почти ничего Не приходится делать Самостоятельно Благоприятный день Для учебы Важные документы Лучше подписывать Во второй половине дня Дорогие мамы Обратите внимание В комплексе детской одежды Карамбы Новая праздничная коллекция Стильные костюмы Модные платья Ободки Сумочки и перчатки Все для маленьких принцев И принцесс На третьем этаже Цума Валентина Приветствую всех Кто расположился У экранов Доброго утра С вами Мария Табакова И прямо сейчас Я расскажу о погоде На сегодня 28 мая Прогноз погоды Представляет Комплекс детской одежды Карамба В универмаге Валентина В одежде от комплекса Детской одежды Карамба Ребенок почувствует Себя счастливым И уверенным в себе А улыбка ребенка Это самый лучший подарок Комплекс детской одежды Карамба Третий этаж Универмага Сейчас во Владимире Пасмурно В течение дня Ожидаются Кратковременные дожди Столбик термометра Днем поднимется До плюс 20 Одного градуса Атмосферное давление 743 мм ртутного столба Ветер юго-восточный 5 метров в секунду Влажность воздуха Составит 81% Друзья Доброе утро Приносит добрый день Поэтому Вставая с кровати Не забывайте проснуться И разбудите себя И близких Ароматным кофе И вкусным Полезным завтраком До завтра Дорогие телезрители Сегодня мы говорим с вами Про лагерную смену Открываем свой лагерь Поэтому ждем всех В свои отряды Звоните нам Рассказывайте о том Как вы ездили в лагерь Рассказывайте девизы Которые были у ваших отрядов И самые лучшие Получат, конечно же, наши призы От наших спонсоров Вилки нет Нашу оранжевую чашку Символикой Оранжевого утра Поэтому звоните Отбирайте наши подарки Будем очень рады Пообщаться с вами Сегодня этим утром У нас есть группа Вконтакте Где вы здесь И сейчас можете Писать ваши сообщения И они будут видны На наших экранах И мы также будем С удовольствием читать И не только мы Но и все телезрители Шестого канала Ну и конечно мы сегодня Не случайно вот так одеты Мы Пионеры Дети Рабочих Ну что, дорогие телезрители Звоните нам Я напомню еще раз По телефону 36, 66, 66 Но у нас уже есть Ранняя пташка Чему мы очень рады Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Как вас зовут? Наталья Наталья Очень приятно Расскажите, пожалуйста Вы ездили когда-нибудь В детский пионерский лагерь? Ездил Но это было давно Наталья, проверка Вы готовы? Будь готов Наталья Не слышу Не слышу Будь готов А, всегда готов Вот, правильно, конечно Ездили Проверка пройдена Наталья, расскажите А вот вспомните какой-нибудь Девиз, может быть, интересный Сможете? Ой, я уже не вспомню У меня ребенок Едил в прошлом году Она вот помнит Может быть тогда вы ей трубочку Передадите А она с нами пообщается А, давайте Алина Вся семья утром собралась А может быть, я бы передадите трубочку в соседнюю квартиру И по подъезду Алло Здравствуй, как тебя зовут? Алина Алина, очень приятно Ты была в детском пионерском лагере? Да В каком отряде? Как он назывался? А, у нас? Да Ну, видимо, вы не можете вспомнить, Алина Не вспомнить, но девиз какой-то А у нас это Можно сказать лучше девиз? Давай Конечно, что можно Сейчас скажем Там кто-то подсказывает Там вся семья собралась Мне говорят, а, наверное, на самом деле Весь дом собрался Нет, я не помню Ну, ничего страшного, Алина На самом деле здесь нет Потому что Молодец, что вам позвонила этим утром Что начинаешь этот день с оранжевого утра В любом случае Вы у нас ранние пташки Мы вас поздравляем Всей семьей нам позвонили Вас поздравляем Желаем вам хорошего настроения на весь день Спасибо Ну, вот так вот Как приятно У нас уже есть семейные поклонники Семьи, которые звонят нам с утра И рассказывают Нас уже смотрят целыми поколениями Бабушки и дедушки Бабушка говорит Алина, я смотрел оранжевое утро Твоя мама смотрела оранжевое утро И ты будешь смотреть оранжевое утро И вот так, жители нашего города Хорошие традиции И мы за хорошие традиции Потом смотрите нашу передачу Всей семьей Я хочу сказать вам, телезрители Что по телефону нашему Звоните нам в прямой эфир И вспоминайте Вспоминайте, как вы ездили в детские лагеря Вспоминайте название ваших отрядов И даже более того Представьте, что мы с Аней один Маленький, но все же отряд Присоединяйтесь к нам У нас есть название нашего отряда Это шестой канал Мы предлагаем вам придумать девиз для нашего отряда Придумайте самый интересный, самый необычный девиз Ну и, собственно говоря, за самую интересную такую идею Мы подарим наши подарки Но если не сможете придумать, все равно звоните Рассказывайте, как вы отдыхали летом Отдыхали летом? Лето только начинается? Наверное, куда вы собираетесь? Нет, как вы отдыхали в детских лагерях, я имею в виду Продолжая свою мысль, понимаешь? Хорошо, да, теперь я уже все поняла А теперь давай немного про историю поговорим Давай Ведь детские лагеря, оказывается, я сама этого не знала Что они имеют огромную историю Что они есть? Я этого не знала Нет, я знала, что они есть Я даже ездила Да, я ездила в детский лагерь Пульс У нас был такой лагерь активы, самые активные ребята всего города Я родилась в городе Вязники И мы там ездили в палаточный лагерь И там... Никаких проблем с сердцем это не связано, нет? Нет Видимо, Пульс как раз-таки, чтобы сердца бились в одном ритме И мы объединялись И около костра пели песни, читали стихи У нас были представления И вот это очень радостное воспоминание на берегу реки Все это было с отличными видами С соловьиным пением Ну, я тебе скажу, что моя лагерная история тоже Ого-ого, какая Но об этом чуточку попозже У тебя будет два часа, чтобы рассказать всем о твоей жизни Да зачем оттягивать? Лагерной Значит, в семь лет я впервые поехал в лагерь Просто когда там были такие времена, что... Леонид, не снимайте его, не снимайте Снимайте меня Давайте про историю Деятели и зрители заждались просто Нет, что значит, снимайте тебя Мы снимаем тебя тогда Хорошо, немного про историю лагерей Детских лагерей В Европе первый детский лагерь появился в швейцарских Альпах в 1876 году Ну, логично, шоколад швейцарский Ну, странно, если бы там не появились детские лагеря, там, где родина шоколада Когда впервые, кстати, это было, то есть, все-таки связано больше с такими церковными обычаями А пастор Бьон Херман Уальтер Вот так его звали, правда? Да Он создал лагерь отдыха В котором дети могли устроить для себя дома шалаши Они пели песни, играли в игры, то есть, они объединялись все вместе И вот, как бы, хорошо, весело, дружно и интересно, полезно проводили летом время Вот это первый такой детский лагерь был Да, причем лагерь был спартанскими условиями Мальчики спали в стогах с сеном, а девочек расселяли по домам местных жителей деревенских И они, причем, занимались домашними делами Собирали разные травы специальные, дышали свежим воздухом Это ты называешь спартанские условия? Ну, конечно Нет, ну спать в стогах Я сейчас на стоге сену сплю И это, ого-го, какие условия в нашем городе, знаешь Ну, так у тебя же богатая история в твоей жизни, поэтому... Двухкомнатный стог сена в центре города Так что... Это очень хорошо, что у всех есть такие хорошие воспоминания, как у тебя И ты можешь сегодня как раз-таки со всеми телезрителями ими в полной мере поделиться А мы вернемся в Альпы, где, как сказал ранее Дмитрий, дети собираются и едят шоколад в этих лагерях Итак, я впервые в швейцарских Альпах вот этот пастор решил взять детей со всей деревни В его первом лагере было 68 детей и, ну, взрослых, которые были первыми вожатыми, было 10 человек То есть такие вот отряды по 10-12 человек были, то есть как раз первая модель лагеря Очень хорошо! И вот этот первый опыт очень понравился всем и решили еще и еще раз попробовать это делать Потому что дети вернулись активные, здоровые, физически укрепились и очень хорошие появились традиции Я сейчас предлагаю нашим телезрителям посмотреть нашу традиционную рубрику в календарь А после мы обязательно продолжим говорить про детские лагеря Есть такая профессия – родину защищать 28 мая традиционно отмечают свой профессиональный праздник пограничники Без преувеличения можно сказать, что празднование этого дня исчисляется сотнями лет С момента возникновения первых централизованных пограничных застав Например, в Древней Руси для защиты от набегов кочевников и охраны ее рубежей Использовались оборонительные сооружения День пограничника – это демонстрация боевой мощи войск Учреждение этого праздника также служит поднятию боевого духа солдат Которые исполняют служебный долг перед народом, родиной и государством 250 лет назад в этот день в Киеве открыта школа по обучению живописи А в 1893 году в Москве состоялось торжественное открытие художественной галереи Переданной годом ранее городу ее основателям Павлом Михайловичем Третьяковым День ангелов сегодня празднует Дмитрий, Анастасия, Макар Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях Нам тогда приходила стуга Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре Сами таскали воду, сами стирали Дети, вы хозяева лагеря, вы! От вас, что требуется, друзья мои? Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и! Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Дорогие телезрители, еще раз всем доброе утро, кто к нам только что присоединился, либо тем, кто нас смотрит с самого начала, с 6.30, вот уже 27 минут сидит и... Я не умею считать, мне кажется, 17 минут. Всего лишь 17 минут, ты привлечиваешь. Зато быстро соображаю и быстро исправился. Хотел вам сказать еще одну приятную информацию. Помимо наших традиционных подарков от «Кафе Вилкинет», символики оранжевой кружки, символикой нашей передачи любимой, у нас есть вот такие вот прекрасные призы. Они предоставлены Управлением по делам молодежи, и они несут в себе символику универсиады 2013 года, который пройдет в России, в частности в Казани. Вот у нас есть такой блокнот, у нас есть футболка. Мы продемонстрируем с тобой даже. Вот такая, смотрите, «Волонтеры Казань-1013», символика универсиады. Ладошка. Мы также с удовольствием за ваши воспоминания о детских лагерях, за самые интересные варианты девиза для шестого канала. Мы также с удовольствием подарим наши вот эти сегодняшние три. У нас еще есть календарик на первом плане, если кто-то обратил внимание. Календарик и значок. И значок. Календарик, знаешь, как в пионерских лагерях, то есть можно вот так пристроить. Но мы это подарим вам, себе ничего оставлять не будем, потому что мы любим делиться подарками. А у нас уже есть звоночек, а мы с удовольствием его принимаем. Доброе утро! Добрый день! Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Нам уже передали, что у вас есть отличные воспоминания про пионерский лагерь. Мы ждем. Рассказывайте. Да, я была в нашем Владимирском детском лагере «Березка». Это который вот здесь недалеко, рядом с Икаром. Вот. Детство проводили мы все там вместе с друзьями. Воспоминания очень яркие, мне очень там нравилось. И вот то, что единственное, конечно, сейчас уже прошло много времени, то, что я помню, наша, как бы, как там, я уже не помню, группу, столь команды называлась СССР. И девиз наш был «Союз самых современных ребят». Вот. Конечно, очень не нравилось там. И огромные воспоминания, хорошие, все самые лучшие. То, что сейчас я рассказываю своему ребенку. Вот. Ну, не знаю, конечно, существует сейчас этот лагерь или нет. Ну, хочу себе это рекомендовать. Икар, и, а, березка? Вот я знаю, что Икар точно еще действует. А вот насчет березки, к сожалению, никакой информации у меня нет. А для нашего шестого отряда, для нашего шестого канала, вот для нас, Димы, придумайте какой-нибудь девиз? Ой, я так сразу не могу. Но можете воспользоваться вот этим хорошим девизом. Я, кстати, да, тоже подумал, что девиз отличный. Союз современных... Самых современных ребят. Вот. Это про нас. Спасибо вам большое за утренний звонок. Звоните нам и пристречайте утро вместе с нами. Вам спасибо. Спасибо, звонок. Еще раз хорошего вам настроения. Ну, вот так. Ну, правда, у нас в стране лагеря очень любили, любят. Я думаю, будут любить, потому что, ну, как летом не съездить в лагерь, не провести вот время в хорошей компании? Конечно. Тем более для детей, я думаю, это очень важно. Вот начинается лето, а взрослые все равно продолжают работать. И то, что они едут в эти детские лагеря, что они общаются со своими сверстниками, что там их организуют и разные дела с ними делают. Самое главное, родители могут спокойно, что у детей будет летом все хорошо. У них будет трехразовое, четырех, пяти, шести, семиразовое питание. Свежий воздух. И самое главное, они не будут пропускать зарядку, ведь все вместе в лагерь выйти. И начинаем утреннее упражнение. Раз, два, три, четыре. Ты вспомнил вчерашний день. Я вспомнил вчерашний день. Вместе. Я вспомнил день вчерашний. Мы сейчас всем нашим телезрителям предлагаем посмотреть зарядку на шестом канале. Начали. Лагерь наша большая семья. Марат, идёт. Ну чё-чё-чё-чё-чё, ну? Мы бодры, веселы. Веселы. Стоп, 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 стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Веселее. Молодец, понял. Лагерь наша большая семья. Мы бодры, веселы. Хорошо нам живётся, друзья. Доброе утро, друзья. С вами Виктория Зайцева. Сегодня мы с вами сделаем упражнение пилатес для начинающих, которое можно делать в домашних условиях легко. Давайте приступим. Опускаемся на четыре кости. Вот в таком положении выпрямляем правую руку и левую ногу. Аккуратно вперёд. Держим на несколько секунд. И опускаем вниз. Меняем левая рука, правая нога. На каждую сторону можно делать по 20-30 раз. Вытягиваемся назад. Тянем спинку. И принимаем же опять это же положение. Уводим правую ногу в сторону. Поднимаем. Обратите внимание, чтобы ваша нога была 90 градусов и доходила до вашего корпуса. Поехали вместе со мной. Когда почувствуете тяжесть ноги, продолжайте делать это упражнение. Так как наше упражнение для начинающих, я думаю, 30 раз будет достаточно. И на левую ногу то же самое. Оптимали снизу. Опускаем себя на руки. Поднимаем колени. С корпуса делаем одну линию. Теперь правую ножку подтягиваем к себе в колено. Раз. И выпрямляем назад. Еще раз. Раз. Два. Левая нога то же самое. Подтягиваем к себе. Выпрямляем наверх. К себе. Наверх. К себе. К себе. Эти упражнения вам помогут сохранить ваши мышцы в тонусе для хорошего рабочего дня. С вами была Виктория. До свидания. Всем доброго утра, хорошего дня, отличного настроения. Звоните нам в прямой эфир по телефону 36 66 66 и рассказывайте, как вы ездили в лагерь. Ну и этим утром мы вам, как пионерам, желаем быть всегда готовыми к трудовому дню. И поэтому давайте уже просыпаться, давайте переходить в нужное настроение. Давайте вспоминать про детские лагеря. А у нас уже есть звоночек. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Это Дмитрий. И уважаемый ведущий тоже здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. Доброе утро. Рассказывайте про ваши впечатления от посещения детского лагеря. Небольшое вступление от темы, если позволите. Но к игре мы обязательно вернемся. Сегодня просто у нашего близкого, очень хорошего человека день рождения. И в день пограничник это вообще самое прям в точку. Любашка Козлова, старшая наша, мы тебя поздравляем. Ты у нас самая любимая, самая здоровая. И ваша семья показатель вообще всем семьям на свете. Любашка, мы тебя любим. Дмитрий, мы присоединяемся и поздравляем любовь с этим замечательным днем. Да, и теперь вернемся к лагерям. Давайте. Я вот хочу вспомнить такой момент, который был вместе с нами. Мы любители, дети от Орвы, как говорится, любили, ну как и все, наверное, любили измазывать и намазывать пастами. Наверное, один из самых традиционных таких розыгрышей. Объединенных. Да, да, да. Ну как мы намазали, по-моему, так никто не мазал. Каким образом? Да, смысл в том, что, извините за выражение, в кавычках скажу, была бойня, как обычно, девочки на мальчиков. Не отряд на отряд, а именно девочки на мальчиков. Так вот, девочки в один прекрасный момент, ну мы уже как бы старшая группа лагерей были, они сделали так. Не знаю, как они договорились, но они дали нам выиграть в физических конкурсах, чтобы мы устали и спали хорошо. В общем, дело, какие вы такие вот продуманчивые. Хитро, хитро подошли к делу. Да, и получается так, что они намазали, и одна девочка немножечко переборщила с пастой и замазала глаза реально человеку, мальчику. И он не проснулся, когда проснулся с утра, он просто не смог отрыть глаза. Дмитрий, скажите, сейчас он смог разлепить глаза? Ой, извините, не услышал. Сейчас он смог разлепить глаза, или он до сих пор так ходит? Да нет, ну сколько времени-то прошло, лет два. Ну и хорошо. Нет, 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 ну вот такой случай был оригинальный, что он правда не смог разлепить глаза, это очень долго смывал. Дмитрий, скажите, а вот девизы сможете вспомнить или нам предложить девиз? Девиз? Честно говорю, не думал. Простите, извините. Мы вас прощаем, но может быть, навскидку вот так сейчас, сильные, умелые, смелые. Для шестого канала придумайте девиз. День не день, ночь не ночь. На канале ТВ6 лишь только он сможет вам помочь. Вот так вот. Спасибо вам большое за звонок, за такой замечательный рассказ. Хорошего вам дня, отличного настроения. И не бойтесь отправлять своих детей в лагерь. Спасибо, спасибо, Люба, еще раз с днем рождения. Спасибо, Дмитрий, за звонок, хорошее вам настроение. А вот сейчас наш телезритель заговорил о том, как они в лагерях мазали другую пасту, начали все вот эти розыгрыши. Давай сейчас нашим телезрителям предложим вспомнить, как это было, и вместе с вами посмотрим на наш следующий сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok Белые медведи, спи скорее, и ты, малыш. Выплывем на льдине, как на бригантине, по себе суровым морям. И всю ночь соседи, звездные медведи светят дальним кораблям. Большая медведица и умка. Субтитры создавал DimaTorzok Ложкой снег мешая, Ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Малыш, спят твои соседи, белые медведи, спи скорее, и ты, малыш. Малыш, большая медведица и умка. Когда он мазал всех пастой, была только рука, а человека не было видно. Так кто это был? Это был я. Молодец, Дима. По-моему, очень позитивный розыгрыш. Я думаю, ни один человек бы не обиделся и не расстроился, увидев утром такую картину. Да ты, конечно, утром, поиграв на балалайке, просто знаешь, что вы делаете? Зато сразу зубная паста уже здесь. Сразу почистит зубы. Сейчас, видишь, как все нужно использовать. Ну что же, у нас есть звонок, кто-то еще хочет нам рассказать про то, как он ездил в детский лагерь. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр меня зовут. Александр, доброе утро. Александр, очень приятно. Были ли вы? Я вам хочу сначала всех поздравить, что сегодня день пограничника. Присоединяемся. Вот, всех пограничников поздравить с этим хорошим праздником, чтобы нашу Родину защищали надежно и стойко. Мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Ну вот, то, что вы хотели сегодня сказать, я вам тут три дивизика придумал на ходу. Ого! Давайте. Записываем. Значит, первое. Тра-та-та, тра-та-та, Аня, Дима, молодца. Ну да, ну. Спасибо. Спасибо большое. Александр, я смотрю. Дальше, словно дольки апельсина, Аня, Дима, неделимы. И такой следующий. Шок, ура! Мы будем первые всегда. У нас удар, у нас бросок. Мы затрем всех в порошок. Ну. Это здорово. Как, а? Это бодро так с утра. Прямо отличные девизы. Я думаю, что весь шестой канал будет пользоваться ими. Утром, каждое утро будет их читать. Спасибо вам большое. Вам удачи, Аня, Дима. Спасибо большое. Спасибо огромное. Вот это я понимаю утреннее настроение. Вот это заряд бодрости. Тра-та-та. Я думаю, мы с удовольствием вам, вот вы с таким бодрым зарядом, мы вам с удовольствием подарим, наверное, я думаю, футболку с символикой универсиады, потому что универсиады это спорт, это здоровье. И вот прям чувствуется. Вы вот так начинаете. Здорово это утро, поэтому подарок нашел своего. Своего, как это сказать? Своего? Подарок нашел своего обладателя, я думаю. Я впервые вспомнил, потому что, ну... Ну, ты же мужчина. Ну, конечно. А мы говорим сегодня про лагерь, как, откуда все это пошло. Мы уже знаем, что в Швейцарии были свои детские лагеря. А где еще, Дим? Ну, начиналось это с Америки, а давай про Россию поговорим. Как в России начиналось? В России идея использования пионерских лагерей для отдыха и оздоровления школьников принадлежит председателю российского общества Красного Креста Соловьеву. Первым таким лагерем нового типа стал открытый в 1925 году лагерь в Артеке. Я думаю, что это самый знаменитый лагерь вообще для всех детей. У меня была мечта побывать в Артеке, к сожалению, она не сбылась. Но в 1927 году, что еще тоже очень интересно и важно, впервые была введена штатная должность вожатого и началось комплектование отрядов непосредственно в лагере. Ну, ничего страшного, мы с редакцией шестого канала выбили тебе путевку в Артеке, завтра ты уезжаешь на три недели! Ура! Я буду один. Ты счастлив. С дивана неделимы. Придется тебе поехать со мной в Артеке. Ну что же, а у нас, смотри, у нас на столе лежат вкусные бублики. Вот я все время, когда смотрю на них, мне сразу хочется завтракать. И это не случайно, потому что продукция вот у нас представлена здесь Владимирского хлебокомбината, а это не только бублики, это самый вкусный хлеб, различные круассаны, много-много-много-много всего. вкусного, потому что наш производитель – это действительно очень вкусный и очень полезный, ну и просто это поддержка нашего Владимирского большого производителя. В общем, заговорили про завтрак, дорогие телезрители, поэтому давайте посмотрим «Быстрый завтрак». В соответствии с распорядком, начинаем мы утро с зарядки. Угощайся с вкусным обедом, суп и щи мы едим всегда с хлебом. Кто не ест, мы с надеем, по куде ешь, ему говорим. Здравствуйте, с вами домашний шеф-повар Андрей Захаров и рубрика «Быстрый завтрак». Сегодня на «Быстрый завтрак» готовим быстрые котлетки. У нас куриное филе, сосиски, мука, крахмал, майонез, соль, перец и плита. Начинаем с филе. Нарезаем филе маленькими кусочками, чтобы побыстрее пожарилось, побыстрее промариновалось. Сейчас, пока курица будет промариноваться, порежем сосиску. Перчим, солим. Удавляем немножко лучка. Тщательно все перемешиваем. Режем наши сосиски. Отмешаем. Добавляем крахмал, где-то столовую ложку или чуть больше. Майонез. И, конечно, сыр. Все опять вмешиваем. Наш фарш готов. Идем к плите. Как всегда, разогреваем сковородку, наливаем масло, слегка подсолим. Начинаем пробовать даже съесть. Кто не любит сосиски, можно не класть. Жарим. Так, наши котлетки с одной стороны поджарились, надо их перевернуть. Итак, наши котлеты готовы. К котлеткам, к нашим, очень хорошо понадобятся свежие овощи. А если положить их на булочку или на любимый хлеб, получится прекрасный клубный сэндвич или бутерброд. Наши быстрые котлетки к вашему столу. Приятного аппетита! Дритякова плюс 120 грамм, Ширея плюс 140 грамм, Еременко плюс 24 грамм, второй отряд весь. Так, очень хорошо. Общий вес отряда 865 килограмм. Это они к концу смены, зато он ему перевалит. Давай. Андронов ноль, Барабин минус 8 грамм, Гарбузов минус 50 грамм. Минус сколько? 50 грамм. Товарищ Дынин! У всех привес, а третий отряд на месте топчется. С чем приехали, с тем и уехали. А в других отрядах? Что ни день, 100 грамм, что ни день, 100 грамм, а то и 150. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами говорим про лагерную смену, про детские пионерские лагеря. Вспоминайте, как вы в них ездили. Звоните нам, рассказывайте девизы для нашего отряда, который называется «Шестой канал». Мы будем очень рады услышать вас этим утром. У нас в студии есть первый гость. Это, помимо того, что он хороший человек, наш отличный друг, он еще и старший комиссар Владимирского областного педагогического отряда. Роднее Криктор Мазник, Доброе утро! Доброе утро! А у нас уже есть звоночек, я предлагаю всем вместе, втроем его сейчас принять. Доброе утро! Алло, здравствуйте! Доброе утро! И мы вам сразу хотим сказать, что, пожалуйста, отойдите подальше от телевизора и разговаривайте с нами только через телефонную трубку. Алло, Татна разговаривает только через телефонную трубку. Представьтесь, пожалуйста! Зовут меня Лариса. Лариса! Лариса, ну расскажите про лагеря. Вот, подряд 6 лет ездила в лагерь по требкооперации госторговли, бывшая Чайка, затем Радужный. Сейчас он продан и находится там, где Велес. Там были лагеря Педа, Политеха, Стоков лагерь и вот Чайка непосредственно. Директором лагеря была Раиса Ивановна, фамилию, к сожалению, не помню. Воспитатели были очень интересные люди, вспомнила одну из речевок. Жить захлеб, жить на пролом, лететь подобно горной лавине, победа нужна нам вся целиком, мы не сойдемся на половине. Алло, вы меня слышите? Да, конечно, мы заслушали с вас. Такой интересный девиз. Очень здорово, по-моему. Девиз вашего отряда. Шестого канала отряд оптимизма, юмора, заряд. Вы в наши ряды вставайте, знамя выше поднимаете. Ну, просто вот аплодируем вам. Спасибо, аплодируем всем про юмором. Первый, дальше. Раз, два, три, четыре. Мы живем в огромном мире. Стройся, дружный наш отряд. Шестой канал. Ты нам всем брат. Ура! Спасибо вам большое. Спасибо, вот прямо зарядили нас позитивом. А эту историю могу рассказать, что был самый сложный это старший отряд, но жили так весело и дружно. Ночами, теперь это об этом уже можно рассказывать, бесились как могли, устраивали дискотеки, уходили в лес, зато спали днем в тихий час с огромным удовольствием. Замечательная история, правда. Вам большое спасибо. Передаю всем привет, кто был в этом лагере, всем. Все сейчас, наверное, очень много вспомнят веселого, доброго и хорошего, потому что действительно был замечательный лагерь, действительно были замечательные воспитатели и вожатые, действительно были замечательные дети. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня, отличного настроения. Встречайте утро вместе с нами. Спасибо, звонок. Вот с таким настроением и надо начинать утро. Столько девизов, вот столько у человека воспоминаний. Действительно, ведь пионерский лагерь это чудесное время для каждого ребенка. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее про ваш опыт работы в таких лагерях. Ну, опыт довольно-таки большой, уже 12-я смена у меня в этом году будет, летняя. И успел я поработать в разных совершенно лагерях, и самый обыкновенный лагерь, пионерский, и с ребятами на юге я работал, и с чеченскими ребятами в свое время, когда была программа у нас в области. Ну, а основное место, скажем так, работы и место боев – это лагерь «Искатель», это областной профильный лагерь для одаренных старшеклассников, бывший лагерь комсомольского актива. Я думаю, что сейчас очень многие вспомнят об этом лагере и поделятся еще, позвонят с хорошими эмоциями. Вот, естественно, уже вот 35 лет, как в этом году, в этом лагере работает педагогический отряд «Родник». В этом году отмечаете? Юбилей. Приглашайте всех, кто... Естественно, кто когда-либо работал в педагогическом отряде «Родник» 17 августа, лагерь «Искатель», Ковровский район. Мы вас всех ждем. Я думаю, что сейчас... Сообщение дошло. Да, сообщение дошло. Мы обязательно опубликуем это сообщение у нас в группе ВКонтакте, и я думаю, очень многие откликнутся. Как вы сможете всех принять и разместить? Конечно, мы будем рады каждому. Теперь подробнее про «Искатель». Просто друг, мы же не знаем. Сказал Дима. Да. Лагерь был создан в свое время, когда в Орленок не могли попасть все, и было такое распоряжение, подобные лагеря создать практически в каждой области. И если в других областях, насколько я знаю, таких смен не проводится, то в нашей области вот уже 47-й год эта смена будет, и хочется сказать, что за все эти 47 лет ни одна традиция, ни один закон, который был изначально заложен и не потерян, у нас появились еще несколько традиций новых. Естественно, хранителями этих традиций являются педагоги, комиссары Владимирского педагога. Как раз вот к этому. Почему? Не как в других лагерях, а в многих лагерях вожатые, пионервожатые. А здесь комиссары. Почему так? Ну, начнем с того, что лагерь сам по себе необычный. И приезжают за него старшеклассники от 14 до наступления 18 лет. То есть дети-взрослые, но уже не дети, но дети, но взрослые. Подростки. И, соответственно, мы, может быть, работаем несколько по-другому. Вожатые – это друг. Это человек, который идет рядом, который где-то там сопельки подотрет, где-то там куда-то сводит. А комиссар – это, ну, просто получается у нас в лагере такая атмосфера взаимотворчества. И комиссар – это человек, который немного опытнее. Дети называют нас по имени, но на «вы». Разница иногда бывает совершенно небольшая, потому что можно работать в лагере с 18 лет. У нас некоторые комиссары приезжают с 18 лет. А у него в отряде может быть как бы ребенок, который младше его там всего лишь на несколько месяцев. Однако у нас никогда не бывало такого, чтобы переходили в какое-то пренебратство. То есть дети воспринимают уже как немного старшего товарища. Человека, который всегда поможет, подскажет и направит в нужную сторону. По-моему, отличная миссия у комиссара. Действительно, как старший друг, товарищ, старший брат. Еще немного подробнее про лагеря. Яделяется профильная смена, то есть как, что, какие школы. Семена проходит она в августе, уже несколько лет подряд. Это с 10 по 27 августа. Естественно, распорядок дня никак в обычном лагере. И первые половины дня, ну понятно, что после зарядки линейки завтрака, если в обыкновенных лагерях начинается какая-то кружковая работа, то у нас идут профильные школы, которые организуются департаментом образования. И эти профильные школы по практически, наверное, всем направлениям, которые сейчас интересны молодежи. И они помогают, в том числе, ребятам потом поступить в высшие учебные заведения. Самая старая школа – это школа физман, куда приезжают также преподаватели наших вузов владимирских. Самая желанная, скажем так, школа безопасности, где ребята получают навыки безопасности и туризма, и выживания в сложных условиях. Еще у нас есть эколого-биологическая школа в этом году, она будет вместе со школой леса объединена. И пробные, скажем так, наши две школы, в этом году они получили официальный статус. Это школа журналистики и школа правовая. Для правовой мы приглашаем также наших друзей и товарищей, которые уже давно работают юристами и могут рассказать очень много интересного и практики детям. Ну и, соответственно, журналистики – это, опять же, наши товарищи и друзья, которые приезжают и начитывают самые интересные материалы. И еще одна школа, самая многочисленная – это школа «Лидер». Естественно, там уже работают комиссары отряда «Родник», которые рассказывают детям, как быть лидером, как сплотить команду вокруг себя и как достичь поставленной высокой цели. Я думаю, сейчас очень многие захотели попасть именно в этот лагерь, именно в этот отряд. Расскажите, как получить путевку? Получить путевку можно в управлениях, отделах, комитетах. У нас по-разному везде области образования. Вы приходите туда или обращаетесь к директору своей школы, соответственно, с просьбой поехать. Но скажу сразу, что желающих всегда больше, чем путевок, всего 300 мест на всю область. И, естественно, в каждом районе, в каждом городе будет некий отбор. То есть не просто «я хочу», а, значит, за плечами уже должны быть какие-то результаты. Достержения, да? Да, естественно. Такой еще вопрос, наверное, уже ближе мы движемся к завершению. Уже давай про твою историю. В 12 лет ты работаешь как комиссар, как вожатый на летних других сменах. А вот про детскую твою историю, связанную с лагерями. То есть когда начал ездить, какие лагеря, откуда вот эта любовь пошла? Я был лагерный ребенок, как меня всегда называли, потому что июнь месяц я был всегда дома, а август больше у бабушек, а вот как раз середина, макушка лета, июль всегда проводил каждый год в лагере. Сначала мы ездили с братом, потом я уже ездил один с шести лет. То есть получается, как бы, стаж довольно-таки большой. Пребывание в лагере очень большое. Естественно, мне нравилась просто сама атмосфера лагеря. Я очень любил общаться, хотя был, как теперь молодежь говорит, ботаном. Ну, вот это вот во мне исправил искатель, как раз когда я туда попал. Попал туда рано, таких раньше не брали, совершенно случайно. Прям вот совершенно случайно я наткнулся на замдиректора в школе, ну, бежал и ударился в нее, и она меня пригласила в лагере. Так, чтобы я ей больше не мазолил. И вот этим волшебным ударом Виктор повязан в лагере. Повязан уже 12 лет, да. А так я начал искатель ездить в 96-м году. То есть вот тогда еще. Виктор, большое спасибо, что этим утром нашел время проснуться и прийти к нам в гости. У нас в гостях был старший комиссар Владимирского областного педагогического отряда «Родник» Виктор Майзин. Спасибо. Вам спасибо за приглашение. Ну что же, а сейчас у нас будет наша следующая рубрика, она называется «Ваше мнение», но прежде я не могу проигнорировать сообщение, которое у нас было из-за социальной сети ВКонтакте. Артем Логинов поздравляет Анастасию Мещерякову с днем рождения. Мы присоединяемся к поздравлениям. А сейчас смотрим рубрику «Ваше мнение». Здесь зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодироваться. Отряд равняйсь! Смирно! Наш отряд! Шестой канал! Наш девиз! Телевидение! Это мы! Доброе утро, Владимир! Сегодня у жителей нашего города узнаем, как мы ездили в детские лагеря. А я напоминаю, мы говорим про детские лагеря. И сегодня все у нас посвящено теме. Ну, расскажи, в лагеря любишь ездить? Ну, да. Были несколько раз. Были несколько раз? Да. Лагеря, небось, исправительные? Нет. Нет? Ну, нет. Обычные детские лагеря. Детские лагеря. Чувствую себя пионервожатым. У меня свой собственный отряд, смотрите. В детские лагеря любите ездить? Да. Я больше. Ты больше? Да. Я больше. Кто больше? Я больше. Ну, кто больше не любит? Я. Я четвертый раз. Так, ты сильнее, ты больше любишь, правильно? Да. Ну, конечно. Какие лагеря любишь? Солнечная, Олим, Тружба. Последний раз где были? В Солнечном. В Солнечном. Девиз вспоминаете? А, динамит. Мои ребята классные, мы злоопасные. Кто сегодня победит, ну, конечно, динамит. ЮИД – это я, ЮИД – это мы, ЮИД – это лучшие люди страны. ЮИД? Да. Как расшифровывается? Юный инспектор дорожного движения. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. Дальше, пожалуйста, раз, два. Три-четыре. Три-четыре. Там что-то шире, не помню. Мы команда, мы звезда. Мы команда, мы звезда, всем покажем. Да, да. Да, да. Да. Расскажи, как вы друг над другом подшучиваете? Да в основном никак. Ну, было там несколько фокусов. Под подушку ложишь, лекомую игрушку, ложишься, дзынь, звук. Пасты и пачкали друг друга. Зубной порошок и сверху вода. Спать было нельзя. Расскажи, в детские лагеря ездишь? Нет. Почему? Ну, не знаю, прям не хочется сюда, что ли. Отлично, мы нашли первый человек, который не ездил в детские лагеря. Расскажи, а никогда не хотелось? Нет. А как же с этим безудержным... А с чем ты летом занимаешься? У бабушки на огороде, карташку копаю. То есть ты труженик. Слушай, у меня две сотки земли не вскопанные. Может, поможешь? Не, я только родным. Вспомните какой-нибудь, когда были в лагере, название отряда? Орленок. В Кабардинке. Вы знаете, я вообще не с этого города. Я в Набишченах ездила. Где? В Татарстан, республика. Как город называется? Город Набишченых. Кто шагает дружно в ряд? Ну, как знаете. Дмитрий Шевелев, Оранжевое утро. Человеческие останки, обнаруженные в центре города, при проведении строительных работ на земельном участке между пожарной частью и Георгиевским храмом, были обнаружены человеческие кости. Слушатели церкви позвонили сразу в полицию. Информация подтвердилась. Останки изъяты. Предварительное исключение эксперта этим костям более 50 лет. И по информации священников, на этом месте когда-то было захоронение. Если криминал в этих останках, мы сегодня с уверенностью говорим, что нет. Это просто захоронение. Древним захоронением уже заинтересовались археологи. Общественность же беспокоит другой вопрос. Что за строительство ведется на этом месте? Для жителей сообщаем. Никакого торгового центра тут не будет. Зато появится парковка на 36 мест. Первый в этом году единый государственный экзамен в России начался со скандала. В соцсетях появились якобы экзаменационные бланки с ответами по русскому языку, которые вроде как разместили школьники из Приморья. Те, кто первыми в стране проходили испытания. Варианты с заданиями сразу стали продавать. В областном департаменте образования, говорят, рассчитывать только на свои силы единственный вариант сдачи ЕГЭ. Система защиты в течение двух часов вычисляет, чей бланк оказался в интернете. Причем шанс получить такое же задание равен нулю. Одинаковых тестов просто не существует. Поэтому эксперты очень сомневаются, что сегодня в соцсетях появились актуальные бланки единого госэкзамена. Не рискнули воспользоваться ими и владимирские выпускники. Ну, это естественное явление, потому что ребята же стоят там раньше, и они в любом случае вывышат. А вам удалось посмотреть? Нет, я спал. Да, там было, ВКонтакте много выкладывают. Ну, блин, думаю, на это надеяться нельзя, потому что дух неправильный. Нельзя же потом в армию идти. Но без нарушений не обошлось. Первой ЕГЭ во Владимире не сдали четыре школьника. Во время экзамена у них зазвонил телефон. Результаты этих выпускников аннулировали, и теперь им на целый год придется забыть про школьный аттестат. Настоящий бал прошел во Владимире в историческом здании Дворянского собрания, где сейчас располагается Центр культуры и искусства на Соборной, был дан бал. Принять в нем участие имели право все желающие, но только если будет соблюден дресс-код. Для дам платье ниже колен, а еще лучше исторический или современный бальный костюм. Для кавалеров военная форма или костюм тройка. Последний грандиозный бал в этом здании давали 100 лет назад в честь 300-летия Дома Романовых. Теперь в отреставрированном зале такие балы будут проходить с завидной регулярностью. Раньше все друг друга относились с уважением. Дамы были все очень красиво, и кавалеры были с достоинством. И бал, там такая атмосфера своя присутствует. И это все очень интересно, все друг к другу знакомятся. Детские лагеря и информация для вас. Шестой канал вместе с клубом по игре в Лазертек Полигон 33 объявляет новую акцию. Она называется Битва офисов. Если вы дружный коллектив, если вы спортивная организация, все очень просто. Заходите в социальную сеть ВКонтакте, у нас, в нашу группу, что канала. Есть специальный альбом, он называется Битва офисов. Выкладывайте туда вашу фотографию, где вы вместе с вашим офисом, с вашей компанией, командой занимаетесь каким-то видом спорта. Если ваша фотография наберет наибольшее количество лайков То вы получите сертификат на 2 часа игры Как раз в Лазертак от Милитари Клуба Полигон 33 Более того, у нас будет 2 победителя 2 фотографии, набравшие наибольшее количество лайков Они вместе сыграют друг против друга Так что можно совместить приятное с полезным То есть и на работу не сходить, и поиграть Вот так Я думаю, получить заряд хорошего настроения и отличных эмоций В эту пятницу, которая вот только что прошла Только что прошла, да Только что 4 дня назад В субботу, воскресенье и понедельник Во Владимирском государственном университете Прошел конкурс «Мисс Владимир» И сейчас всем телезрителям мы предлагаем посмотреть Как же это было О красоте существует множество крылатых выражений А это шоу поистине стало воплощением всего когда-либо сказанного 19 самых лучших студентов Владимира Встретились на одной сцене, чтобы поспорить за корону Путь к желанной победе непрост Девушки усердно работали над собой в течение месяца У них каждый вечер были репетиции Они делали какие-то дебиле выхода Многие из них не умели особенно двигаться, как требует выход Мы наняли специального хореографа, который обучал, как девушкам двигаться Они очень многому сему научились И, во-первых, как держать осанку, как говорить Это тоже мы научили, потому что они будут представлять себя В этом году конкурс «Мисс ВЛГУ» посвящен универсиаде 2013 При организации кастинга строгая студенческая комиссия Не делала акцент на каких-либо мировых стандартах красоты Чтобы стать одной из конкурсанток Девушкам не обязательно соответствовать параметрам 90-60-90 Или росту от 176 и выше Главное быть в хорошей форме Но ведь это совсем не простая задача Очень сложно приходится отказываться от сладкого Моего любимого От булочек всяких Но ради конкурса, конечно, стараюсь Валерия Шустрова мечтала о карьере модели с детства Она 11 лет занималась танцами И всегда хотела принять участие в подобном мероприятии Я очень долго думала идти или нет на конкурс И, конечно же, принять решение мне помогли мои друзья Моя семья Они меня подтолкнули на это и сказали, что да, иди, нужно попробовать себя, свои силы Может быть, повезет Все девушки красивы и талантливы, но победительница может быть только одна Ей стала конкурсантка под номером 9 Марина Трошина Она получила заслуженную корону «Мисс ВЛГУ», телевизор и прогулку вокруг города на вертолете 1 июня, когда наш город примет эстафету огня универсиады Именно Марина Трошина представит университет на этой церемонии Мария Цыганова, Артем Горчуков, Шестой канал Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами говорим про пионерские лагеря Вспоминаем, как это было, как вы ездили И отпускаете ли сейчас? Как мы ездили Как дети наши будут ездить Что? Ты имеешь в виду? Нет, нет, нет Ну и хорошо Ну и хорошо, да Говорим про детские лагеря У нас в студии очередной гость Это Кирилл Юрьевич Ковалев, куратор областной смены «Лидер» Доброе утро Доброе утро Очень приятно, что вы к нам сегодня пришли Мы сегодня говорим, как мы уже ранее сказали, про детские пионерские лагеря Я думаю, что вы нам можете многое пояснить Расскажите, пожалуйста, каких вы работаете или работали, и что это такое? Предыдущий гость вашей студии, Виктор Мазник, рассказывал о лагере «Искатель» Он сказал, что он 12, 12 лет будет работать Ну, я могу сказать, что в «Искателе» я работаю с 90-го года Поэтому моя родниковская карьера «Искательская» насчитывает 23 года И за все это время тоже было очень много различных смен Это были и призывники с дефицитом веса в начале 2000-х годов Это были и кадеты Владимирского кадетского корпуса Установочная смена, когда они в 2000-м году только-только открывались Это была смена Александра Невского Венок славы Александра Невского, когда представители всех городов История, чья связана с именем Александра Невского Приезжали во Владимир и был не в чистом виде «Искатель» А был «Искатель» междугородний, всероссийский Это был июнь-июль 2000-го года Поэтому смен было множество, осенние и весенние Ну, в общем-то, я давно с 50-й смены сбился Поэтому сейчас просто считаю Счет просто не веду Ну, а сейчас, конечно, главная наша забота Главная наша хлопота летняя Это лагерь молодежного актива «Лидер», в котором я 12 лет работаю уже И, в общем-то, это смена, которую мы приняли, в общем, такую некую эстафету Дело в том, что «Искатель» раньше был лагерем комсомольского актива И возраст искательских детей был старше Потому что в комсомол вступали только с 14 Год или два у тебя было на то, чтобы зарекомендовать тебя, чтобы тебя заметили И только тогда ты ехал в «Искатель» в областную смену актива комсомольского Поэтому получается, что «Искатель» — это сейчас лагерь старшего школьного возраста А «Лидер» принимает эстафету И это лагерь молодежного актива, студенческого актива Наш возраст, мы все время стремимся к тому, что это было от 16 Ну и на сегодняшний день рекорд — это 23 года у нас Поэтому от 16 до 23 — это наш возраст, наша смена И я могу сказать, что с этим возрастом мало кто в России работает Он практически на этот возраст единственный лагерь летний в Российской Федерации Ты, Юрий Ильич, подробнее про смену, где находятся территориальные сроки? Так сложилось, что смену мы проводим в июле Это июль, в этом году она пройдет с 5 по 25 июля И после многолетних, даже, я бы сказал, десятилетних смен в Муроме В округе Муром на базе лагеря «Ясный» Мы в этом году базу меняем И база будет в этом году — это лагерь «Хрусталек» На территории Гусь-Хрустального района Лагерь города Гуся-Хрустальный, муниципального образования города Гусь-Хрустальный Поэтому мы в этом году первопроходцы Искатель был в «Хрустальке» И мы работали там в 91-м году Это очень давно Да, я лично возвращаюсь туда спустя 22 года Просто поменялось, что это на базе за эти годы Поменялось, да, конечно Традиционный кураторский сбор в выходные состоялся Два дня мы готовили по традиции смену В общем-то, прописывали еще раз план сетку Оговаривали мероприятия Ну и высадили трудовой десант на тот домик, в котором будет штаб находиться Другие помещения В общем-то, после десятилетнего забвения приводили его в порядок Было очень непросто Ну я думаю, что к 5 июля там обязательно все будет готово, причем в лучшем виде А мы тоже надеемся Такой еще вопрос, вот немного подробнее про саму областную смену «Лидер» То есть что у себя представляет, сколько отрядов, про вечерние дела, про школы? Ну, надо сказать, что смена «Лидер» такая не очень многочисленная Но мы стремимся к этому количеству именно потому, чтобы, в общем-то, дойти до каждого человека И работать с каждым человеком Смена обычно бывает от 70 до 100 человек в этих пределах Отрядов традиционно 4 Смена состоит из студентов и СУЗов областных, и ВУЗов Хотя в нашей истории были ребята и из Москвы, и из Санкт-Петербурга И несколько лет утерялась традиция приезда ребят из Нарьенмара, из Ямал-Ненецкого автономного округа В этом году мы ее хотим возродить, эту традицию И вот сейчас ведем переговоры, чтобы с города Нарьенмар приехало примерно 10-15 человек Ну, а смена актива, она, в общем-то, как все смены актива, наверное, есть свои изюминки Конечно, неповторимые лидерские изюминки, без которых лидер не был бы лидером Ну, а методика у нас у всех коммунарская Это, в общем-то, смена, в которой учатся, в которой творчески, в общем-то, люди отдыхают Развивают, в общем-то, свое творческое мышление Проверяют тут же все это на практике Получают заряд не только, в общем-то, боздрости и оздоровления К чему там призваны оздоровительные лагеря Ну, и бывает очень часто получают в свою жизнь дружбу, которая длится всю жизнь Преданность друзьям, человеческие Может быть, даже мы уже отвыкли от нормальных, хороших человеческих отношений в нашей жизни Ну, вот мы надеемся, что мы нашими сменами, в общем-то, это возвращаем И даем в жизнь нашим детям, которые к нам приезжают, вот это на все оставшееся время Вот расскажите про разного цвета галстуки У нас красный вот сейчас с Димой К нам приходил предыдущий гость, он был в синем галстуке Вы рассказывали про какие-то желтые В чем отличие, кто носит какие галстуки? Да, у каждого, как правило, у каждого педагогического отряда свой цвет галстуков Тут Виктор рассказывал, кто же такой комиссар Но вот в лидере тоже не вожатые У нас кураторы Потому что это принято от того, что начали ездить студенты в лидер И бывает, что преподаватель, который закреплен за студенческой группой У него есть такая должность куратор И вот звание куратор в лидере, оно идет с 93-го года А лидеру, кстати, в этом году исполняется 20 лет То есть на 20-й год, на юбилейные базы меняются И, в общем, начинается новая веха, новый этап И у кураторов одно время не было галстука Но начиная с начала 2000-х годов галстук появился И традиционно у отрядов цвета галстуков Они появились в год, когда смена У каждой смены есть легенда И, в общем-то, с полным погружением Лагерь проживает эту легенду Значит, какие-то нюансы В общем-то, какие-то фенечки связанные с легендой смены И галстуки появились в 2001 году Когда смена была «Пятый элемент» Было 4 отряда За стрельщиком смены был фильм «Пятый элемент» Который был показан перед началом Но не показан финал фильма И у отрядов были цвета галстуков Вот они появились Это был, соответственно, галстук красного цвета стихия огонь Зеленого цвета стихия земля Синего цвета стихия воздух И белого цвета галстук Вернее, белый был воздух Соответственно, синяя вода И искали, значит, «Пятый элемент» И с тех пор цвет галстуков не менялся 12 лет Единственное, поменялся белый галстук на оранжевый У третьего отряда традиционно был галстук оранжевого цвета Но вот в этом году Дюжину лет спустя Мы возвращаемся Потому что, в общем-то, по легенде смены Которую я пока не скажу, какая будет Да, но мы возвращаемся к цвету галстука белого цвета Поэтому опять 4 стихии в лидере 2013 года Ну а почему я не одел галстук? Потому что, в общем-то, очень много у нас похожих традиций с искателем, с родником Но не мудрено, потому что у нас есть люди, которые работают и в лидере, и в искателе Соответственно, есть кураторы кураторского корпуса в лидере, они же комиссары родника Единственное, мы галстуки одеваем только в день открытия смены И прощаемся с галстуками, когда уезжают дети на прощальной линейке У нас есть такая традиция Какого вам цвета? Желтого Кирилл Юрьевич, вам большое спасибо, что нашли этим утром время прийти к нам в гости Мы присоединяемся и поздравляем с 20-летием областную смену лидер Да, приглашаем через областной комитет по молодежной политике Пожалуйста, приезжайте работать Еще раз большое вам спасибо У нас был в гостях Кирилл Юрьевич Ковалев, куратор областной смены лидер А вам, дорогие телезрители, мы предлагаем посмотреть наши следующие рубрики Гороскоп и прогноз погоды Овны, прежде чем что-то предпринять, определитесь с целями, которые ставите перед собой Есть опасность, что погнавшись за исполнением мимолетных желаний Вы сойдете с пути, который мог бы привести вас к настоящему счастью Тельцы, вы слишком нетерпеливы А ведь лучшее, что можно было бы сделать сегодня, это уйти в тень и дождаться благоприятного момента Подходящий день для воплощения в жизнь несложных планов Близнецы, начните этот день с анализа финансовой ситуации Возможно, она не так благоприятна, как хотелось бы Поэтому от некоторых покупок и развлечений придется отказаться На денежные поступления лучше не рассчитывать Раки, день не лишен трудностей, но неудачным вы его вряд ли назовете Вы ведете себя в высшей степени разумно Окружающим остается только следовать вашему примеру Львы, нелегко справиться со всеми делами, которые обрушиваются на вас в этот день Не отказывайтесь от помощи, которую предложат окружающие, если не хотите провести все время в трудах Девы, сегодня вы сможете реализовать давние замыслы Вам необходима свобода действий, и вы ее получаете Но это не значит, что в трудный момент никто не придет вам на помощь Весы, сегодня вы раздражительны и нетерпеливы Часто позволяете себе резкие высказывания, провоцируете конфликты Работать в одиночку вам скучно, а договориться с союзниками о совместной деятельности не получается Скорпионы, постарайтесь использовать начало дня эффективно Это благоприятное время, из которого нужно извлечь максимум пользы Сегодня вас посетят интересные идеи Стрельцы, хотя этот день не связан с какими-то значительными событиями, настроение у вас будет хорошим Мелкие трудности, которые могут возникнуть и на работе, и дома, вас не огорчают Козероги, день отлично подходит для проведения любых переговоров На деловых встречах вы будете на высоте, легко завоюете расположение потенциальных партнеров Переубедите оппонентов, если в этом возникнет необходимость Водолеи, вы очень подозрительны, боитесь попасть в ловушку и постоянно ждете подвоха У вас будет возможность пообщаться с влиятельными людьми и произвести на них хорошее впечатление Укрепить свои позиции в деловом мире, можно рассчитывать на повышение по службе Рыбы, день складывается удачно потому, что вы не отказываетесь от помощи, которую предлагают друзья и союзники В результате вам почти ничего не приходится делать самостоятельно Благоприятный день для учебы, важные документы лучше подписывать во второй половине дня Дорогие мамы, обратите внимание, в комплексе детской одежды Карамбы новая праздничная коллекция Стильные костюмы, модные платья, ободки, сумочки и перчатки Все для маленьких принцев и принцесс На третьем этаже ЦУМа Валентина Приветствую всех, кто расположился в экранах, доброго утра С вами Мария Табакова И прямо сейчас я расскажу о погоде на сегодня, 28 мая Прогноз погоды представляет комплекс детской одежды Карамба в универмаге Валентина В одежде от комплекса детской одежды Карамба Ребенок почувствует себя счастливым и уверенным в себе А улыбка ребенка – это самый лучший подарок Комплекс детской одежды Карамба, третий этаж универмага Сейчас во Владимире пасмурно В течение дня ожидаются кратковременные дожди Столбик термометра днем поднимется до плюс 21 градуса Атмосферное давление 743 мм ртутного столба Ветер юго-восточный – 5 метров в секунду Влажность воздуха составит 81% Друзья, доброе утро приносит добрый день Поэтому, вставая с кровати, не забывайте проснуться И разбудите себя и близких ароматным кофе И вкусным полезным завтраком До завтра! Есть такая профессия – родину защищать 28 мая традиционно отмечают свой профессиональный праздник пограничники Без преувеличения можно сказать, что празднование этого дня исчисляется сотнями лет С момента возникновения первых централизованных пограничных застав Например, в Древней Руси для защиты от набегов кочевников и охраны ее рубежей Использовались оборонительные сооружения День пограничника – это демонстрация боевой мощи войск Учреждение этого праздника также служит поднятию боевого духа солдат Которые исполняют служебный долг перед народом, родиной и государством 250 лет назад, в этот день в Киеве, открыта школа по обучению живописи А в 1893 году в Москве состоялось торжественное открытие художественной галереи Переданной годом ранее городу ее основателям Павлом Михайловичем Третьяковым День ангелов сегодня празднует Дмитрий, Анастасия, Макар Доброе утро, дорогие телезрители! Звоните нам по телефону прямого эфира 366666 Рассказывайте нам о том, как вы ездили в лагерь У нас здесь сегодня в студии отряд «Шестой канал», который называется Мы предлагаем вам сочинить для нас девиз Звоните, предлагайте У нас много подарков, которые вы видите Можно? Что это? Это бублик Почему ты пугаешь наших телезрителей бубликом на палке? А почему ты пугаешь наших телезрителей бубликом? А я буду пугать, пузыри в чай! Нет, ну мы же с тобой договаривались перед тем, как возвращались в эфир Хорошо, дорогие телезрители, звоните нам по телефону 366666 Предлагайте нам свои варианты девиза для «Шестого канала» А мы расстанемся с нашими подарками и обязательно вас порадуем Ну так вот, к чему мы это все ведем? Да ездили зрители! Это все специально сделано, устроено Это не случайно получилось Мы специально взяли бублики и надели их на палки Потому что традиционно в лагерях жарят хлеб вкусности Да, хлеб на костре, как будто картошку И мы решили, что здесь в студии Я расскажу вам страшилку Готова, Аня? Можно я буду есть? Итак, дело было в пионерском лагере Приехала отдыхать одна группа детей Ночью, когда все ложились спать Все легли спать, одна девочка проснулась Достала свою красную яркую помаду И написала на стене «Утро» и легла спать Подожди Это очень страшная история Это еще не конец Когда пионер-вожатая пришла утром Она увидела, что там не только надпись «Утро» Там написано черным корявым почерком Оранжевое утро! Аня, это страшная история, испугайся Так, дорогие телезрители, пока Анечка жует бублик Я приму звонок Доброе утро! Доброе утро! Вы в прямом эфире! Доброе утро! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста! Меня зовут Эдик Здравствуйте! А, Эдуард, расскажите про вашу историю детских лагерей Ну, у меня история такая была, ну, вроде бы… Что? Не знаю, у меня истории много было Так, Эдик, а девиз вы нам сможете предложить? Девиз? Да Да Да, могу Давайте Ну, у нас был такой девиз, это… Назывался «Факел» Пройдет Олимпийский… Олимпийский, почему я всегда… Огонь универсиады… Огонь универсиады… Мы с собой пожарили Давай продолжим наше занятие А телезрителям, чтобы уже настроиться на нужный аппетит Пусть посмотрим быстрый завтрак в оранжевом утре Здравствуйте, с вами домашний шеф-повар Андрей Захаров и рубрика «Быстрый завтрак» Сегодня на «Быстрый завтрак» готовим быстрые котлетки У нас куриное филе, сосиски, мука, крахмал, майонез, соль, перец и плита Начинаем с филе Нарезаем филе маленькими кусочками, чтобы побыстрее пожарилось и побыстрее промариновалось Сейчас, пока курочка будет мариноваться, порежем сосиску Перчим, соем Добавляем немножко лучка Тщательно все перемешиваем Режем наши сосиски Опять мешаем, добавляем крахмал, где-то столовую ложку или чуть больше Майонез Майонез И, конечно, сыр Все опять умешиваем Ну что, наш фарш готов, идем к плите Как всегда, разогреваем сковородку, наливаем масло Слегка подсолим Начинаем подбашь съесть Кто не любит сосиски, можно не класть Жарим Итак, наши котлетки с одной стороны поджались Надо их перевернуть Итак, наши котлеты готовы К котлеткам к нашим очень хорошо понадобятся свежие овощи А если положить их на булочку или на любимый хлеб Получится прекрасный клубный сэндвич или бутерброд Наши быстрые котлетки к вашему столу Приятного аппетита! Третьякова плюс 120 грамм Шария плюс 140 грамм Еременко плюс 25 грамм Второй отряд весь Так, очень хорошо Общий вес отряда 865 килограмм Это они к концу смены за тонну перевалят Давай Андронов ноль Барабин минус 8 грамм Гарбузов минус 50 грамм Минус сколько? 50 грамм Товарищ Дынин У всех привес, а третий отряд на месте топчется С чем приехали, с тем и уехали А в других отрядах Что ни день 100 грамм, что ни день 100 грамм А то и 150 Всем доброго утра! Продолжаем говорить про детские лагеря У нас очередной гость в студии Это Елена Аксёнова Начальник управления по делам молодёжи Администрации города Владимир Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! У нас уже вы сегодня третий гость И мы уже спрашивали и про отряды, и про лагерь Где, что А вот сейчас у вас мы хотим узнать про безопасность Этот вопрос, я думаю, волнует родителей очень наших Но прежде я вас приму Извините, дамы Давайте примем звонок все вместе Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Елена Очень приятно, Елена Рассказывайте, были ли вы в детском пионерском лагере? Какие истории с этим связаны? Девизы? Названия отрядов? Да, я была не в одном пионерском лагере Мне очень там нравилось Я даже один раз была зампредседателем совета дружины Вела лилейку Здорово! Отлично! Елена, давайте вместе с вами вспомним какой-нибудь девиз интересный Ну, к примеру, вот отряд «Дружба» Там был «Ни шагу на...» А, нет, подождите А, «Миру и мир войне не нужно», по-моему Вот девиз отряда «Дружба» Отлично Чтобы там такое было Так, а для шестого канала сможем с вами предложить девиз? Ну, вот если еще вспомню «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только сильнее» Это про нас, Елена, спасибо Спасибо Вам большое спасибо за звонок, что начинаете это утро вместе с нами Желаем вам хорошего настроения Спасибо Всего доброго Спасибо Ну что, продолжаем Я думаю, действительно Про безопасность в лагере Ну, конечно, вопрос безопасности – это самый важный вопрос Потому что у нас в муниципальном образовании город Владимир Два лагеря – это «Дружба» и «Икар» И вы сегодня вспоминали лагерь «Березка» Он на самом деле работает Это лагерь частный в настоящий момент Есть еще лагерь «Олимп» Он областной лагерь, да И, конечно, мы всегда уделяем большое внимание безопасности Этот вопрос вообще у нас ведет Курирует глава администрации Шохин Андрей Станиславович Потому что все-таки Нахождение одновременно более 300-400 детей в одном месте Круглосуточное – это момент такой важный Мы заключаем договоры на перевозку детей Обязательно и перевозим их исключительно в специализированных автобусах Оборудованных тахографами и ремнями безопасности В сопровождении с ГИБДД В наших лагерях постоянно, круглосуточно живут вместе с детьми Сотрудники полиции УВД города Владимира Это прям обязательная норма В обоих лагерях наших муниципальных Ну и в «Дружбе» и в «Олимпе» обязательно тоже находятся И медицинские сестры, и врачи, которые находятся круглосуточно и работают И, конечно, вопрос безопасности не ограничивает только медиками и полиции Есть еще такой вопрос – питание Это один из таких важных моментов, потому что летом жарко И очень важно, чтобы продукты питания были качественные Чтобы пища приготовлялась по всем нормам и техническим заданиям И здесь мы тоже уделяем большое внимание кухне, пищеблоку Чтобы все было в чистоте Роспотребнадзор приезжает к нам, смотрит, как это Приезжает внезапно, поэтому ничего так вот не готовится А все всегда стараемся держать прямо в идеальном состоянии Как проходит подготовка к летнему сезону? Я знаю, что уже «Олимп» уже запустил Олимп заехали, да В свою первую смену А как в остальных лагерях? Были ли вы там на месте? Да, я туда езжу достаточно часто И вообще очень люблю оба наших лагеря Лагерь «Икар» вообще мой родной лагерь Потому что 10 лет подряд ездила туда ребенком И надо сказать, что подготовка идет полным ходом Подготовка начинается с весны ранней Когда снег уже начинает таять И сразу же мы туда выезжаем И живут люди там круглосуточно И директор, и заместитель по административно-хозяйственной части И сейчас вот прям последней стадии Когда застилаются кровати Когда вешаются занавесочки Все это выглаживается Все чистенько, красиво Закупаются уже продукты Те, которые можно приобрести сейчас И заезжаем мы уже 6-го, 7-го 6-го в лагерь «Икар» 7-го в лагерь «Дружба» 10-го торжественное открытие Приглашаем вас на линейке Посмотреть на радостные лица детей Я думаю, обязательно дадим это информационное освещение А вот теперь такой вопрос про Наверное, уже больше Как это сказать правильно? Я не знаю, о чем ты Нет, ну, имеется в виду Что первая смена уже запущена А как получить вот путевку? Как есть возможность получить добавление? Попасть Поняла Есть еще путевки на первую смену в лагерь «Икар» И можно их приобрести Михайловская, 24, на первом этаже Располагается их офис Для этого необходимо прийти, написать заявление Принести справку с места жительства Справку с места работы Для того, чтобы определить четкую стоимость путевки И если семья многодетная, малообеспеченная Семья опекунов Либо еще какие-то есть причины То можно через управление социальной защиты Получить путевку абсолютно бесплатно Обратившись туда, написав заявление Также и принеся с собой справку из письма от школы От директора школы Они знают, что это такое Они все это обычно спокойно и быстро помогают и делают Что касается остальных смен, то также можно приобрести У нас дружба немножко в этом плане тяжело Потому что туда заезжают, как правило, спортсмены И они туда встают у нас Покупают, приобретают путевки Уже начинают с февраля Стараются все это забронировать и купить Поэтому там почти их нет В Икар еще есть путевки И можно смело ехать туда Тем более этот год для них юбилейный Им исполняется 55 лет Будет большое количество веселых мероприятий Смены фестивальные, спортивные Поэтому приезжайте Будем рады видеть всех детей Ну вот вы сказали, что вы сами 10 лет ездили в эти лагеря Расскажите название отряда, девиза Может быть какое-то воспоминание есть очень яркое, которое вы пронесли через всю свою жизнь Ну вообще я первый раз попала в лагерь Икар в 6 лет И мы ездили туда в составе хореографического ансамбля, куда я ходила Поэтому все друзья мы все друг друга знали Мы в течение года танцевали Потом приезжали и там продолжали свои, можно сказать, тренировки Но, конечно, лагерь это Когда приезжаешь немножко с грустью Потому что родители-то остались там А уезжаешь со слезами Потому что остаются друзья И вот эти впечатления, как вы сегодня показывали Кто-то мажет друг друга пастой Чтобы тебя не намазали, ты придумываешь Ставишь какие-то ловушки около входа Чтобы там, если вдруг кто-то заходит в палату Да, все падает, ведра начинают греметь Все это гремит, ты просыпаешься Да, одни убегают Как правило, мальчишки начинают убегать Если девчатки палата, то девчонки начинают визжать Но это все равно каким-то образом Иногда получалось, что проникали в палаты Насмазали пастой, просыпаешься Весь у тебя тут то усы, то еще что-то Вот, и сейчас, по сути дела Происходит то же самое Потому что, когда заканчиваются смены Мы в Управлении поделом молодежи Получаем огромное количество писем Детей радостных и счастливых И иногда даже на планерках зачитываем Потому что вот Это столько эмоций Аж начинает вот внутри все сжиматься Насколько дети получают там Много находят друзей Получают сколько положительных радостных эмоций Со слезами уезжает всегда Там, знаете, если вы не были Не были в лагере Вы не знаете, что такое посмотреть Там, бояться, оглянуться Потому что там стоит твой друг И ты его не увеешь целый год Это, ну, это вот прям вот что-то Я думаю, что действительно Самое главное, чтобы детям это нравилось Как бы, ну, если нравится Значит, это хорошо Наша задача организовать Чтобы все было безопасно Чтобы все было вкусно Чтобы дети были рады И всегда постоянно заняты А уж дети пусть оздоровляются Дружат, находят новых друзей И получают положительные эмоции Теперь, я думаю, с уверенностью Можно сказать, что к летнему сезону мы готовы Готовы Елена, большое спасибо У нас в гостях был начальник управления администрации Город Владимир по делам молодежи Елена Аксенова Спасибо вам Спасибо вам Город Владимир Город Владимир Послушайте информацию Завтра Родительский день Эй, мужики Родительский день надо отменить Чего-чего? Раз родительский день То пускать только родителей Заявил один такой Да нет, точно А то это все кому не лень И детки, и бабки, и тетки, и дятки И вообще седьмая вода на киселе Будто больше и поехать некуда Шестой канал при поддержке турагентства Арт Вояж представляет Он преодолел дьюти-фри Он пережил многочасовой перелет Он покорил ватрушку и банан Он сгорал Он облазил Он не досыпал Но он выжил И сделал свое кино Если ты любишь путешествовать Участвуй в новом проекте шестого канала Телеканикулы Возьми в путешествие камеру Сними самые интересные моменты Своего отдыха Прокомментируй увиденное Смонтируй свой фильм И выиграй две путевки В следующее путешествие От турагентства Арт Вояж Подробности на сайте 6tv.ru Человеческие останки Человеческие останки Обнаружены в центре города При проведении строительных работ На земельном участке между пожарной частью И Георгиевским храмом Были обнаружены человеческие кости Слушатели церкви Позвонили сразу в полицию Информация подтвердилась Останки изъяты Предварительное исключение эксперта Этим костям более 50 лет И по информации священников На этом месте когда-то было захоронение Если криминал в этих останках Мы сегодня с уверенностью говорим что нет Это просто захоронение Древним захоронением уже заинтересовались археологи Общественность же беспокоит другой вопрос Что за строительство ведется на этом месте Для жителей сообщаем Никакого торгового центра тут не будет Зато появится парковка на 36 мест Первый в этом году единый государственный экзамен В России начался со скандала В соцсетях появились якобы экзаменационные бланки С ответами по русскому языку Которые вроде как разместили школьники из Приморья Те кто первыми в стране проходили испытания Варианты с заданиями сразу стали продавать В областном департаменте образования говорят Рассчитывать только на свои силы Единственный вариант сдачи ЕГЭ Система защиты в течение двух часов Вычисляет чей бланк оказался в интернете Причем шанс получить такое же задание Равен нулю Одинаковых тестов просто не существует Поэтому эксперты очень сомневаются Что сегодня в соцсетях Появились актуальные бланки единого госэкзамена Не рискнули воспользоваться ими И владимирские выпускники Ну это естественное явление Потому что ребята же сдают там раньше И они в любом случае вылышат А вам удалось посмотреть? Нет, я спал Да, там было Вконтакте там много выкладывают Ну блин Думаю на это надеяться нельзя Потому что вдруг неправильно Нельзя же потом в армию идти Но без нарушений не обошлось Первое ЕГЭ во Владимире не сдали 4 школьника Во время экзамена у них зазвонил телефон Результаты этих выпускников аннулировали И теперь им на целый год придется забыть про школьный аттестат Настоящий бал прошел во Владимире В историческом здании дворянского собрания Где сейчас располагается Центр культуры и искусства на Соборной Был дан бал Принять в нем участие имели право все желающие Но только если будет соблюден дресс-код Для дам платье ниже колен А еще лучше исторический или современный бальный костюм Для кавалеров военная форма Или костюм тройка Последний грандиозный бал в этом здании Давали 100 лет назад в честь 300-летия дома Романовых Теперь в отреставрированном зале Такие балы будут проходить с завидной регулярностью Раньше все друг к другу относились с уважением Дамы были все очень красивые И кавалеры были ну с достоинством И вот бал это ну там такая атмосфера своя присутствует И это все очень интересно Все друг к другу знакомятся Ну что продолжаем дорогие друзья Мы сегодня говорим про детские лагеря И конечно же какой же детский лагерь находится без песни под гитару Он какой? Ни? Какой! А лагерь никакой в Собинском районе Входится без детской песни Какая ах! Такая шутка Но прежде чем мы с Аней споем под гитару лагерные песни Давайте примем звонок Доброе утро! Доброе утро! Вы с нами? Алло! Алло! Доброе утро! Вы в прямом эфире Ну видимо звонок сорвался Ну я думаю что у вас есть возможность Если вы еще раз наберете 366666 Вы обязательно дозвонитесь к нам И мы примем и пообщаемся с вами в нашей студии Я тебе более того скажу Мне кажется звонок там возвращается Но давай я тебе пока пару аккордов возьму Возьми мне пару аккордов Это был первый аккорд Возьми пару аккордов пожалуйста Ну что звонок вернулся Давай поприветствуй наших телезрителей Домажор или минор звести Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Представьтесь пожалуйста Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Я тот обладатель счастливого детства Который много-много раз был в пионерских лагерях И самые воспоминания замечательные И каша на костре У нас были замечательные конкурсы в лагере Огонек И встречи Рассвета Но я хочу сказать что вот пионерское детство Оно оставляет неизгладимое впечатление И вот с удовольствием посмотрела интервью с Кириллом Ковалевым И вспомнила наше искательское детство в том числе Мы 31 год тому назад были искательцами И я хочу похвастаться что мы до сих пор дружим То есть наш отряд ну не весь конечно Но часть отряда мы до сих пор встречаемся В день рождения комсомола А лично у меня вот такая долголетняя дружба С мальчиком из отряда Он живет в городе Вязники мы во Владимире И вот семьями справляем очень многие праздники И Новый год и Пасху и встречаемся И приезжаем друг к другу в гости Так что я думаю что не только у нас Но у многих было тоже вот такое счастливое детство А наш отряд назывался Исток И девиз нашего отряда был Каждый день вперед рывок Так живет отряд Исток Хороший Татьяна Вам большое спасибо звонок Прямо такой действительно очень теплый звонок Очень приятно что вот такими теплыми Испоминаниями вы с нами поделились Действительно лагерная дружба Ну правда она проходит через года Да и остается на долгие года с нами Так что всем хочется пожелать хорошего лета И детям хорошо отдохнуть Мы вам тоже желаем отличного лета Хорошего настроения Что у вас все получалось И ваша дружба только креплая И никакая ни погода ей не мешала Спасибо До свидания До свидания Действительно очень приятно что нам звонят Вот такими теплыми впечатлениями делятся Но мы продолжаем говорить У нас песни под гитару лагерные Какую мы будем петь песню? Взвейтесь кострами Синие ночи Готовы? Да У меня ведь я 24 года играю на гитаре уже Из своих 17 Поехали А ты знаешь аккорды этой песни? Я допеть да? Пой Взвейтесь кострами Синие ночи Мы пионеры Дети рабочих Хорошо Что такое? Попробовал ее взять? Мы в нашем лагере например пели песни Такие как Изгиб гитары желтой Изгиб гитары желтой А я предлагаю спеть девиз который нам предложил Александр Сейчас Мы как дольки апельсина Дима и Саня неделимы По-моему очень хорошо получилось если мы сейчас все девизы исполним Можно одну песню сочинить Да Оранжевое утро Оранжевое утро шестой канал Прямой эфир Девиз Мы продолжим говорить про детские лагеря немного попозже Потому что у нас следующий сюжет про событие которое было в пятницу в ВЛГУ в Владимирском государственном университете Прошел конкурс мисс ВЛГУ Но прежде чем мы перейдем к сюжету я хочу исполнить песню которая является любимой песней победительницы Ха – не знаю О красоте существую множество крылатых выражений а это шоу поистине стало воплощением всего когда-либо сказанного 19 самых лучших студентов Владимира встретились на одной сцене, чтобы поспорить за корону. Путь к желанной победе непрост. Девушки усердно работали над собой в течение месяца. У них каждый вечер были репетиции. Они делали какие-то дебиле, выходы. Многие из них не умели особенно двигаться, как требует выход. Мы наняли специального хореографа, который обучал, как девушкам двигаться. Они очень многому сему научились. И, во-первых, как держать осанку, как говорить. Это тоже мы научили, потому что они будут представлять себя. В этом году конкурс Мисс ФЛГУ посвящен Универсиаде-2013. При организации кастинга строгая студенческая комиссия не делала акцент на каких-либо мировых стандартах красоты. Чтобы стать одной из конкурсанток, девушкам не обязательно соответствовать параметрам 90-60-90 или росту от 176 и выше. Главное быть в хорошей форме. Но ведь это совсем не простая задача. Очень сложно отказываться от сладкого, моего любимого, от булочек всяких. Но ради конкурса, конечно, стараюсь. Валерия Шустрова мечтала о карьере модели с детства. Она 11 лет занималась танцами и всегда хотела принять участие в подобном мероприятии. Я очень долго думала идти или нет на конкурс. И, конечно же, принять решение мне помогли мои друзья, моя семья. Они меня подтолкнули, сказали, что да, иди, нужно попробовать себя, свои силы. Может быть, повезет. Все девушки красивы и талантливы, но победительница может быть только одна. Ей стала конкурсантка под номером 9 Марина Трошина. Она получила заслуженную корону Мисс ФЛГУ, телевизор и прогулку вокруг города на вертолете. 1 июня, когда наш город примет эстафету огня универсиады, именно Марина Трошина представит университет на этой церемонии. Мария Цыганова, Артем Горчуков, 6 канал. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим про детские лагеря, вспоминаем девизы. А у нас на столе вот здесь вот лежат такие ароматные, вкусные бублики, которые я уже второй день с удовольствием кушаю. Они очень вкусные, аппетитные, которые нам любезно предоставил наш вкусный спонсор Владимирский хлебокомбинат. И мы гордимся тем, что он именно Владимирский, что это наш местный производитель, который производит качественную продукцию по, я думаю, доступным ценам. И все с удовольствием мы после эфира съедаем эти бублики. Поэтому большое спасибо Владимирскому хлебокомбинату. Мы заговорили о еде, сразу, ну знаешь, такие тоже воспоминания из лагерного детства, что... Обязательно идешь в столовую, нужно как-нибудь кричалку, чтобы настроиться на еду и... Ну как, настроиться на еду, почему бы нет? Да, настроиться на еду. У нас есть замечательная кричалка, мне очень она нравится. Открывайте шире двери, мы голодные, как звери. Очень кушать мы хотим, даже повара съедим. Такая немного... Угу, суброзная. Каннибальская. Это кричалка африканских племен, ну... У меня есть попроще. Нам покушать очень нужно. Чтобы нам шагать по лужам, мы готовы тихо сесть, только бы дали нам поесть. Вот, они готовы себя хорошо вести, дисциплинированно, лишь бы только покушать. Баналее. Сегодня с тобой мы два часа целых говорили про пионерские лагеря. Может быть, давай уже, наконец, станем настоящими пионерами? Давай клятву посвящения. Ой, очень сложно, очень сложно. Ну давай попробуем. Готово? Так, ну, по месте будем это говорить? Или по очереди? Давай по очереди. Давай. Мы Анны Дмитрий. Как будто свадьба, знаешь, такая пионерская свадьба. Согласны ли вы, Анны и Дмитрий? А представляете, такие и вот так надеваются кольца. Вот какая отличная идея только что родилась. Поэтому, дорогие друзья, если вы в ближайшее будущее, ну покажите вот это замечательное колечко, да, Коннора? Если вы в ближайшее время собираетесь отметить свадьбу, можете сделать ее действительно в стиле пионерии. Будет очень интересно. И, не знаю, было ли это. Так, ладно, Аня, я в лагерах ездил в детский боже, чем ты. Давай я посвящусь в пионеры. А, ты меня. Ну давай, хорошо. Принимай это, принимай нужное это. Я, ты повторишь за мной. Ага. Я Анна Лузгина. Да? Давай, давай, Анна, ты Анна Лузгина. Я Анна Лузгина. Ступая в ряды Всесоюзной пионерской организации. Ступая в ряды Всесоюзной пионерской организации. Имени Дмитрия Шевелева. Имени Дмитрия Шевелева. Перед лицом своих товарищей. Перед лицом своих товарищей. И сотрудников шестого канала. И сотрудников шестого канала. Торжественно клянусь. Торжественно клянусь. Горячо любить свою родину. Горячо любить свою родину. И сотрудников шестого канала. Как же без этого? И сотрудников шестого канала. Раня, ты посвящена? Спасибо вам большое. Поздравляю тебя, поздравляю, коллега. Ура. Ну а вам, дорогие телезрители, мы под... Пара-па-па-па-па. Ну давай посмотреть наше следующее. Какую? Здесь зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать. Отряд, равняйсь! Смирно! Наш отряд! Шестой канал! Наш девиз! Телевидение, это мы! Доброе утро, Владимир! Сегодня у жителей нашего города узнаем, как мы ездили в детские лагеря. А я напоминаю, мы говорим про детские лагеря, и сегодня все у нас посвящено теме. Ну расскажи, в лагеря любишь ездить? Ну да, были несколько раз. Были несколько раз? Да. Лагеря-то, небось, исправительные? Нет. Нет? Ну нет, обычные детские лагеря. А, детские лагеря? Чувствую себя пионервожатым. У меня свой собственный отряд, смотрите. В детские лагеря любите ездить? Да. Я больше. Ты больше? Да. Я больше. Кто больше? Я больше. Ну, кто больше не любит? Я. Я четвертый раз. Так, ты сильнее, ты больше любишь, правильно? Да. Ну конечно. Какие лагеря любишь? Солнечная, Олим, Тружба. Последний раз где были? В Солнечном. В Солнечном. Девиз вспоминайте. А, Динамит. Мои ребята классные, мы злоопасные. Кто сегодня победит, ну конечно Динамит. ЮИД это я, ЮИД это мы, ЮИД это лучшие люди страны. ЮИД? Да. Как расшифровывается? Юный инспектор дорожного движения. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. Дальше, пожалуйста, раз, два, три, четыре. Три, четыре. Там что-то шире, не помню. Мы команда, мы звезда. Мы команда, мы звезда. Всем покажем. Да, да. Да, да. Да. Расскажи, как вы друг над другом подшучиваете? Да в основном никак. Ну было там несколько фокусов. Под подушку ложишь, ликую мать, мягкую игрушку, ложишься, дзынь, звук. Пасты и пачкали друг друга. Зубной порошок, сверху вода, спать было нельзя. Расскажи, в детские лагеря ездишь? Нет. Почему? Ну, не знаю, прям не хочется сюда, что ли. Отлично. Мы нашли первый человек, который не ездил в детские лагеря. Расскажи, а никогда не хотелось? Нет. А как же с этого безудержного... А с чем ты летом занимаешься? У бабушки на огороде, карташку копаю. То есть ты труженик. Слушай, у меня две сотки земли не вскопанные. Может, поможешь? Нет, я только родным. Вспомните какой-нибудь, когда были в лагере, название отряда. Орленок. В Кабардинке. Вы знаете, я вообще не с этого города. Я в Набишченах ездила. Где? В Татарстан, республика. Как город называется? Город Набишченых. Кто шагает дружно в ряд? Ну, как знаете. Дмитрий Шевелев, Оранжевое утро. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходило стуга. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Дети, вы хозяева лагеря. Вы. От вас, что требуются, друзья мои? Дети, глина. Дети, глина. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»